Приветствую вас! Почему Пархоботы раскачивают тему конфликта между Зеленским и Залужным? Зачем им это надо? Вспал очередной Пархобот, как всегда генерал, как всегда все пузо в орденах и рассказывал, что по его информации там такая ау ау, понимаете, читать противник, но человек никакого отношения к этому не имеет, он да, он действительно, ну грубо говоря, когда-то генерал, пузо в орденах, жопу лижет Порошенко, Порошенко и тут же рассказывает, что он знает такого супер секрета, причем сплетни на уровне базар, по этой причине серьезно действительно сложно беседовать, понимаете, человек говорит, что-то реальное, это нормально, если он начинает чушь нести полнейший, ну, Залужным же раз тысячу говорил, что нет никакого конфликта, Зеленский говорил, не, они лучше знают, поймите правильно, война есть война, понятное дело, что во время войны есть и победители, и проигравшие, и тех, которых наказывают, и вообще, понимаете, какая ситуация, ну, тоже такое интересное, вот там же должно быть, нет, там должна и существует четкая герархия, есть верховный главнокомандующий Зеленский, есть действительно главнокомандующий Залужный, есть, соответственно, командующие там направления, генералы, это все есть, ну и что? Да, действительно, совещание, это не значит, что так сказали, так сделали, есть разное мнение, высказывают, принимают ошибочные решения, да где увидели, что мы их не принимаем, ах, не все умные, такие уж, обалденные, и правильные решения принимают, да, и планы, понимаете, как, не все они срабатывают, это да, в этой причине такая ситуация, ну, поймите, вот вообще, понимаете, у вас две крайности, вот, знаете, мы не хотим, чтобы у нас был царь, хорошо, ну, а вот там они, наверное, что-то между собой, да, но если нету царя, ну, вы же не хотите, понятное дело, что дискуссия, ну, я понимаю, что, вот, у нас советников, особенно, вот такие вот генералы, нет, ну, понимаешь, он никакой не генерал, так, Порошенко генералом сделал, он поэтому бегает, его жопу лижет, и никак не может вылезать, ну, что, действительно, противно слушать такое, тем более, вроде бы, это, какой ты чертовый генерал-то, но это в этом ситуации, да, действительно, Порошенко очень хочет, чтобы Украина проехала, страшно хочет, до дырения, ну, как-нибудь Тимошенко, до обморочения хочет, ну, они хотят поражения, потому что это только тогда они надеются прийти к власти, так, что вот здесь, да, в случае, когда, здесь говорю, Майдан, прыг, вот, кто это такой, не, ну, поймите правильно, понятное дело, что политика грязное дело, понятно, что политики врут, обманывают, порядка спекуляций, да, это есть, а война продолжается своим путем, ну, вы, наверное, слышали, что он Рейнштайн очередной, понятное дело, когда были предыдущие Рейнштайн, тогда было больше пиара, сейчас это уже, по-моему, 17 или 18, я уже счет потерял, он уже так неяр, ну, да, да, заседает, да, ну, понятное дело, что будут очередные пакеты вооружений, кто-то скажет мало, кто-то скажет много, родные мои, если вы такие умные, пойдите и порушать, такие, да, ну, там без вас знают, что решают, да, действительно, в некоторых случаях не получается так, как хотелось, это логично, получается правильно, тоже логично, не, в сегодняшний момент война идет и продолжается, и наш кэрфа, президент Евросоюза, вот этот, мешает, мешает, ему задали вопрос, ну, что ему задать, когда Украина вступит в Евросоюз, когда будет мир, ну, вы же понимаете, ну, что может его задавать-то, он просконференц сказал, Украина вступит в Евросоюз, да, 2030-го года, потому что он сказал, ну, да, понимаете, это все говорят до 2030-го, почему, ну, все прикидывают, что приблизительно, да, где-то так, тут же сказал, что 2030-го, он, он, ну, понимаете, как, он все-таки не военный, поэтому, почему, можно сказать, ну, как бы, такое мнение политика, что будет мир войны в Украине, так что осталось-то 2030-е, чепуха, не, по большому счету сложно спорганизировать, когда война закончится, она действительно может закончиться значительно быстрее, чем вы думаете, и значительно дольше, чем говорят политики. Путин в очередной раз заявил, что он готов к переговорам, а я в очередной раз заявлю, что Кремле четко понимает, что они эту войну проиграли. Страна, которая просит переговоры, это проигравшая сторона, это аксиома войны. Победитель никогда переговоры не просит, ну, это серьезно, ребята. Ну, представьте, Ченесхан наступает, и он просит переговоры у, там, это, московского князя или какого-то, Владимирского. Абсурд, конечно, абсурд. Вот такая ситуация. А просят, да, действительно проигравшая сторона. По этой причине, причина опять, а, переговоры, переговоры, какие чертовы переговоры. Зеленский, ну, точнее, в окружении Зеленского, Паталяк ответил, как сказал, так сказал. Переговоры с двойниками Путина не ведутся. Вот будет в России настоящий президент, в обновленной России президент не двойники, а те настоящие. А сейчас какой смысл? Ну, ты беседуешь, ты можешь понять, какой ты двойник, первый, второй, третий Путин. Там же нет Путина, все, уже одни двойники, только ки переговоры. Такой искать переговор, потому что ненормальный. Все, Россия закончилась. Там теперь какой-то дурачок на троне, который постоянно двойников меняет. Идиот, кретит, дебил. Он же был, он дебил. Ну, видите, вот Путин дебил, полнейший. И неизвестно, это первый двойник, второй, третий, четвертый. Все дебилы. Вот такая ситуация. Добавились, да. Бывает, бывает. Так что, ну, понятное дело, что вот эта тема, что мы в Зеленске, Залужной и Порошенко, и Тимошенко, и там всякие другие, кто хочет класть, и будут постоянно педалировать. Будут постоянно запускать своих ботов, полуботов, там, всем дэкспертам, которые будут постоянно рассказывать, что там конфликт, завтра переворот. Все это будет. На практике не будет. Да, тут еще, ну, это правда такой, как бы, политок с маленькой натяжкой. Выступал и рассказывал, что вот, там, вспомнил, там, Латинскую Америку, вспомнил, что Турцию. Да, в истории Турции, Латинской Америки были, и это Греция еще, забыл сказать. Были моменты, когда военные брали власть в стране. Такое было? Не спорю. Абсолютно. Вообще, был такой момент в истории Турции, там такая была, действительно, чехарда невероятная. Конфликт между парламентом, их тогда еще президентом, там еще, ну, то есть, полнейший бардак. И тогда военные действительно взяли, ну, практически провели государственный переворот. Правда, потом они действительно, как бы, отошли, там, и даже вернули власть. Такое было, было. Но Украина не тут. И тем более, он приводил, там, пример, тоже в Бразилии, там, Аргентины. Да, там тоже такое было, что военные совершали переворот. Понимаете, в тех странах, как вам так объяснить, там каста, военные это каста. У нас такое не существует вообще, абсолютно. Ну, нет, порядок стоит. Мало того, ну, там было совершенно, как бы, другое, абсолютно. Там действительно, ну, войны, во-первых, не было. Был конфликт олигархов местных. И вот они таким образом совершили Устасовый переворот. Вот в России такое может быть? Может, может. Вполне. Ну, там, вот Устасовый переворот в России абсолютно не был. Сейчас даже там начинает, обратили внимание, там, Патруша начинает отмазывать. Хотели? Нет. Политологи начинают, ну, понимаете, они выступают, да, Путин там все хорошо. И тут же рассказывают, что, мол, благодаря Патрушу решили там такую проблему в России. Благодаря Патрушу он вовремя проинформировал президента. Президент не совершил такую ошибку, такую, ну, серьезно. Ну, понятно, какие они красивые, что вот. Вот там пенсионный возраст хотели. Патрушу, не надо, Путин пошел на встречу. Хотели там поднять налоги для населения. Не надо, то есть, да, да, отмазывать, отмазывать. Мало того, даже уже бросили такое, что, мол, Патруша человек, который прагматически смотрит, он очень переживает за жизни людей, которые воюют. Ну, в России, в Сиан переживает. Ох, какой, ох, какой. Да, 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 формирует. Ну, даст то, что не даст. Поймите, если и будет меняться власть в России, то, может казаться, Патруша там первый расстреляет. История такую, я тоже знаю. Тут он пиарится, пиарится не так. Вообще, по большому счету, по большому счету, действительно, если может быть какой-то конфликт и переворот, это в Кремле. На банковском нереально. Понимаете, вы можете по-разному ругать Зеленского, но он, да, он выстраивает вертикаль власти под себя абсолютно. Да, заложенный его человек. Да, 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 его, его. А может быть, и Ермак его человек. Да, действительно, он подбирает под себя. И по этой причине, да, у него есть вертикаль власти. Может, вам нравится, не нравится, но это его вертикаль власти не ваша. По этой причине, да, на сегодняшний момент, ну, можно сказать, последнее, почему, даже в это время я говорю, что последнее слово за президента. Ну, во-первых, по Конституции Верховной, так что так и есть. Да, и Ставку, когда он проводит, ну, как бы, он подводит черту. Тоже по Конституции так положено. Так что, вот такая ситуация. Ну, срач будет и дальше. Чем, конечно, славится наша псевдоопозиция, это срачом. Такая же у нас оппозиция. Срачеватая называется. Подробнее скажем. Все. Благодарю за внимание и до свидания. Витаю вас. Ну, если смотрите мой канал, значит, что это зацекало, то я предлагаю вам стать спонсором моего канала. Заходите на титульную стрелку моего канала, тисните кнопочку спонсорства и два пакета для спонсоров. Дешевше не бывает и Клуб Економической Мудрости. Дешевше не бывает, это, перв за все, для тех спонсоров, которые хотят поделиться премьерный показ эксклюзивного видео, поспілкуваться, позадавать вопросы и отрабатывать ответы. Клуб Економической Мудрости. Ну, это уже, если вы хотите, заниматься бизнесом и не разрешить. Инвестировать деньги не только в Украине, а и за кордоном. И как это сделать правильно, чтобы был прибуток, ну и податки правильно платить. Ну и самое основное. Клуб Економической Мудрости это про экономику, но и настолько простыми словами, что даже если вы не экономисты, это понимаете. Так что ставьте спонсором, не пожаркуйте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!